ты представляешь в сербии в барбершопе old boy не моют голову ни один раз не второй раз коллеги друзья всем привет с вами дмитрий каждан как всегда на своем канале я делюсь историями нашей парикмахерской сферы и сегодня хочу в этом видео поговорить о том вот собственно о чем я сказал ранее мой хороший приятель переехал в сербию естественно после меня он зарос капиталистический пошел в барбершоп old boy в сербии и ему к сожалению не помыли голову перед стрижкой чтобы вы понимали так но у вас была какая-то картина понимания у меня культура мытья головы всегда была есть и будет ну я потому что считаю что лучше помыть клиенту самым недорогим шампунем если у вас самый обычный обычно парикмахерская или обычный там барбершоп или мужской мужская мужская парикмахерская самым не купить и затариться самыми дорогими шампунем и мыть клиентам голову как до так и после это действительно хороший сервис это вас выделяет на фоне других парикмахерских вот и клиенты счастливы и вы счастливы в россии наверно тоже существует вот это без культуре как я называю по отношению клиенту моет голову в лучшем случае из распылителя это считается мытье головы в худшем случае тебе вообще тебя начинают стричь по сухим волосам и собственно давай пока вот такая такая история тоже есть я об этом тоже очень частенько слышу когда я подбираю ножницы коллегам я конечно это ну я может даже дикого возмущаюсь тому что ну думаю как же так и ну 21 век на дворе пошло многим не говорят ну собственно ты понимаешь дело в том что у нас культуры барбершопе или там наши парикмахерской там ну нету денег на это да то есть нам нам не выделяют как так не выделять деньги на то чтобы мыть голову клиентам но это святая святых но к сожалению такое в россии тоже бывает значит мой приятель я приехал барбершоп как я говорил ранее волкой значит ему с ним с ним начали разговаривать ему там вроде как бы он думал что ему сейчас тут предложат там чай кофе потанцуем но не тут то было собственно ничего не предложили естественно перед тем как он садится в кресло в двух словах спросили что ему хочется видеть на своей голове он показал форму которую я ему стригну и в принципе на этом все и говорит каково было мое удивление когда я думаю сейчас пойдем по моему голову в моечку чувак начал просто из распылителя поливать его и начал стричь и ведь самый что тоже еще немаловажный интересный момент у меня говорит вся голова была в лаке голова жирная чтобы на секундочку понимали у него тонкий волос и когда он там день может быть на второй день уже начинает ходить с ним и мытой головой тонкий волос достаточно часто начинается жирниться и соответственно они быстро пачкают а если он еще заливает лаком так вообще очень быстро пачкается и говорит о том что говорит блин надо же промыть голову надо смыть шампунь и начинает после этого начинать стричь как ты меня стрижешь почему они так так не делают объясни мне я говорю слушай ну видишь не все мои коллеги даже в той же самой сербии понимают и осознают что нужно мыть голову один раз хотя бы перед стрижкой чтобы смыть стайлинг и и жир своих волос ну а второй раз это уже наверное наверное из ряда вон что-то такое такое интересное наверное будет если они помоют тебе голову второй раз но к сожалению как оказалось второй раз они тоже не моют голову вернее как они спросили а вам голову помыть он сказал конечно помыть ну то есть понимаете да то есть мало то что один раз не помыли так они еще и второй раз не захотели мыть спросили вам мыть или нет то есть вот по-хорошему по-хорошему надо всегда не спрашивать клиента мыть голову не мыть она нужно просто брать и говорить пойдемте пройдем в мойку и смоем нежелательные волосы ну или просто пойдемте в мойку по моему после стрижки а вот чтобы классно круто сделать укладку а вот почему такая ситуация ну в сербии мне кажется наверное там ребята работают на потоке да и скорее всего это и был поток потому что стрижка у него длилась а 30 минут по-хорошему хорошая стрижка которая со всеми процедурами укладками и мытьями головы занимает ну максимум час здесь скорее всего такого нет скорее всего в этом барбершопе old boy ребята коллеги работают на потоке поэтому как бы ни о каком знаете разговоре с клиентом и выявление его потребностей что он хочет видеть на своей голове естественно этого не происходит просто так тяп-ляп быстро-быстро постригли и собственно давай пока ну к сожалению или счастью такая вот история вот в сербии происходит ситуация не в сербии происходит мне конечно жалко что такое в принципе у них имеет место быть да и у нас я говорю тоже такое бывает и есть у нас такое тоже поэтому наверное обижаться на коллег из сербии не стоит но но я хочу вас попросить мои друзья если вы живете в сербии если вы мастер парикмахер конкретно если вы живете в белграде пожалуйста напишите мне об этом в комментариях или напишите пожалуйста в моей соцсети все ссылки будет внизу в описании в текстовой строкой под этим видео пожалуйста напишите мне пожалуйста что вы вот какой-то то мастер живете там то там то я вот хочу вам подогнать своего знакомого ему нужен срочно мастер по по стрижкам чтобы его по крайней мере стригли ну не так же как я примеру да но хотя бы ему что-то интересное простригли на его тонких волосах плюс хотя бы мыли два раза голову вот хотя бы хотя бы вот и в любом случае я могу поделиться с информацией как его лучше стричь что ему лучше стричь чтобы мы совместно с вами что-то слепили моему приятелю на голове ну потому что жалко реально парня приехал в сербию а мастера у него нету ну в принципе наверное это все что я хотел вам рассказать в этом видео поделиться такой вот веселой истории он грустно конечно что так в сербии на самом деле может быть стоит туда даже и может поехать тоже может быть поработать оказывать лучший сервис чем коллеги сербы чтобы все посмотрели как какая вообще культура обслуживание клиента хотя мне кажется почему-то знаете что если ты работаешь барбершопе то там наверное культуры так таковой нет потому что наверное это же все-таки у нас история американская естественно все эти истории идут из америки поэтому мне кажется даже в сербии никто не будет тебе мыть голову какой бы ты крутой мастера не был хотя хотя может быть в каком-то из барбершопах и моют голову я не знаю поэтому как говорится вас мои дорогие зрители призываю помочь мне в поиске мастера которая живет опять же в сербии белграде для моего приятеля вот все на этом все что я хотел рассказать вам это видео побежал на работу спасибо что вы досмотрели это видео до конца подписывайтесь на мой канал и смотрите рекомендованные видео пока